вот это мой путь на работу это вот мой железный конь неудобно конечно не могу ехать и снимать по этой дороге по этим хабам я езжу каждый день я полоска глина васильевна полных лет мне 57 я директор этой школы а я работаю только третий год и мне такое впечатление что этот работала всю жизнь церковь вот чуланова бахмутовка растянулась в длину и в ширину на 8 километров ну а представьте когда здесь летом едешь рано поют птички все кроме зелено а роса когда выпадает на траву кажутся бриллианты сверкает село так вот она тоже идет на работу рано она придерживается такой версии кто рано стоит тому бог да и вот она наша школа вот нам делают порог так вот тут я ставлю своего железного коня и и иду спасибо и вам удачи левонька теперь двигаемся по коридору это этот ремонт в этом коридоре тоже делали все наши учителя теперь мы идем в мой кабинет где делают ремонт наши прекрасные девочки наталья николаевна и рукодельницы чтобы увидела вся европа как живут украинские женщины сидите сидите конечно же военный конфликт это очень плохо но наверное дети наши правильным путем вышли из этого конфликта выходят по крайней мере да дети стали дружней потом мне нравится что у наших детей нету кличек никаких они друг друга называют по имени и да они как-то сплоченнее стали у них какая-то есть цель жизни это я пришла снимать к своей подруги и своей однокласснице татьяне александра ей осколками побила кровлю вот ее дом мы здесь натерпелись такого страха за червами подвалов я хочу сказать вам всем берегите мир люди берегите мир это такое хрупкое явление за него надо бороться и ценить здоровье мир и любовь нельзя купить ни за какие деньги всем мира добра здоровья терпения и благополучия спасибо так вечером я уже дома это у меня цветок мне подарили наши учителя долларовое дерево но к сожалению доллары на нем не растут это печка я кушать на ней готовлю электрическая это всякие безделушки это внуки мне на холодильник вот вот это ж мой сын экономист брось включил телевизор этот цветок я посадила когда умер мой муж он был конечно маленький сейчас он вырос вечером я никуда не хожу сижу дома хотя у нас поселки и не комендантский час но мы никуда не ходим потому что иногда бывает шумно ну а так смотрим телевизор так сегодня выходной я готовлю капусту с мясом поставлю нас плохо сегодня нет воды за водой без воды за водой мы ходим в колодец для того чтобы смыть туалет для технических нос она очень соленая для употребления непригодная четырнадцатом году мы два с половиной года жили без воды ну представьте сколько это можно прийти и в руках донести набрать воды ну допустим два ведра это 20 литров это только для того чтобы попить и приготовить покушать а все остальное это невозможно не для стирки ну машинки автомат есть еще конечно остались старые машинки такие которых заливается вода мы вспоминали доставали чердаку и стирали человек это такое как бы сказать в кавычках выдержанец и мне кажется люди здесь у нас живущие в нашем поселке в селе на бахмутовка они все равно целеустремленные смелые 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 только за то что он здесь живут жизнь как есть такая песня а жизнь продолжается несмотря на все да люди живут и вообще жизнь это борьба и 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